Трудовую деятельность Анна Платова начала в 41-м году. В школьные годы молодая девушка уже подрабатывала на заводе. Сначала табельщицей, потом бухгалтером. Много лет Анна Иосифовна трудилась в объединении печати издательства обкома партии. В него входили печатные издания того времени, газеты «Правда», «Известия» и «Волжская коммуна». Именно Анна Платова помогала создавать местное отделение Союза журналистов России. Начинали на чистом энтузиазме. Пришла ко мне Абрамова и говорит, ты не поможешь мне? Расписания нет, зарплаты не обещай год. Да, как-нибудь перебьемся. Ну, как же так, свои люди, да? Ну, и мы с ней стали работать. Человек всегда должен быть в движении, уверена Анна Иосифовна. Трудоголик по натуре она всегда спешила на работу. Финансы – дело ответственное. Зарплату люди должны получать вовремя. Работая на заводе старшим бухгалтером расчетной группы, там столько цехов, везде бухгалтера каждый есть, да? И обязательно кто-то завалит, да? Ну, люди-то ведь живут на зарплату, да? Что делать? Я сажусь, сижу ночь, отработаю. Слава Богу, за спасибо. Силы у Анны Платовой хватало и на общественную деятельность. Помогала выпускать стенгазету, пела в вокальном кружке, участвовала в трудовых бригадах. Активная и трудолюбивая Анна Иосифовна всю жизнь была примером для своих детей и внуков. Пример передо мной. Потому что мама всегда мне говорила, если муж хороший, он умрет. Если муж плохой, он бросит. Дочь, работай. Я ни в декрете не была, ничего, я работала. С юбилеем долгожительницу пришли поздравить глава Ленинского района Самары и председатель районного совета ветеранов войны и труда. Я от души вас поздравляю, желаю вам здоровья, счастья. Пусть цветы эти вас порадуют. Самое главное – это быть полезным людям, считает Анна Иосифовна. С В-90 она остается таким же приветливым и жизнерадостным человеком. Интересная работа, заботливые и любящие близкие люди рядом. В этом залог долгой счастливой жизни, уверена самарская долгожительница. Лариса Шлафаст, Валерий Шаронин. События.